И снова здравствуйте, всем привет, The Brush 2019, давайте рассмотрим риггинг, как изменить позу именно в этой программе. Так, можно воспользоваться зосферами, выбрать вот, допустим, вот этого персонажа, взять вот эти вот тоже варианты вот этих вот скелетов зосфер, но не факт, что это все дело прирастет к персонажу. Давайте сразу сделаем свой. Как будем делать? Ликбокс, так, ликбокс закрываем, так, подгрузим сначала того персонажа, который нам будет нужен, так, это значит рабочий стол, разведчик, вытягиваем его, edit, нажимаем другой материал, чтобы было видно лучше персонажа, допустим. Следом, что нужно сделать? Открыть зосферу, новый tool вот этот, и подгрузить в риггинге, вот этот, риггинг, select mesh нашего персонажа. Теперь будем работать с зосферой и вот этими функциями, скайл, моб, ротация. Скайл берем, уменьшаем зосферу и делаем как в блендер, как в майя, вставляем, считай это будут кости. Теперь вытягиваем, сбрасываем, shift, левая кнопка мыши и вытягиваем сферу. Теперь с помощью MOV эту сферу, так, вот вы видите, что образовалась кость, вот эта, и мы ее поднимаем, ну допустим, сколько нам надо их, две штуки, пойдет пока. Так, скайл, опять же, большие кости эти не нужны. Драйв, еще одну кость вытягиваем. Теперь с помощью MOV ее подтягиваем повыше, эту косточку регулируем. Так, корректируем, делаем, допустим, опять же, скайл. И теперь нам понадобится голова. Вот, еще одну кость вытягиваем и делаем MOV. Это будет голова. Так, это будет шея. Шеей делаем скайл, чтобы, ну где-то вот так вот пусть все будет. И таким вот образом, не буду я, наверное, все показывать, как делать до конца, вы уже попробуете. Их симметрию включаете, и вот где-то вот с этой вот сферы вытягиваете еще две сферы, с помощью MOV делаете плечи, корректируете, опять же, это все дело вот таким вот образом. Также вытягивается рука. Давайте посмотрим. Берем косточку до конца, вот так вот, допустим, ее вытягиваем. Следом можно вот здесь вот поделить эту кость, допустим, вот так вот. Ну, а эту скайл. Еще добавляем, где нам надо. Вот так вот можно косточку добавить. Здесь вот косточку добавить. Ну, словом, все вот, когда вы сделали полностью персонажа, вот так вот кость можно добавить. Все здесь отрегулировали. Пальцы тоже сделали. Посмотрели со всех сторон, как все это дело выглядит. И жмете Bint Mesh. Все это дело прирастается. И вот наводите, когда вы на какую-то сферу, вот у вас получается, вот она косточка. И вот она. Находим, допустим, локоть. Вот кость. Жмем ротация. И так симметрию нужно отключить. И, допустим, вот руку одну вытягиваете. Тут вот суть в чем, что бывает, прирастает в А-позе. Вот руки близко находятся к телу. И бывает тянут потом за собой, вот, там, какой-то Mesh. Ну, таким вот образом можно изменять позу. Вот голову можно двигать. Плечи, допустим, там. Так, теперь, как вот позу оставить именно? Вот вы ее поменяли. Заходим теперь в Adaptive Skin и жмем превью. И вот у нас уже получается персонаж. Вот уже его Tool. И с ним можно работать. Так, сначала сделать еще Make Polymesh. Вот такая штукенция. Ничего сложного. Единственное, долго выставлять вот эти Z-сферы. Руку если набить, то будет нормально. Таким образом можно и в Blender поменять тоже. Ставить кости. Поменять персонажу позу. Потом закинуть сюда. И уже здесь ее подкорректировать. Раскрасить и так далее. Все. Всем пока. До свидания.